В Прикарпатии областное управление юстиции пользовалось услугами эксперта из психбольницы. Чиновники подписали с женщиной больше десятка договоров на оценку конфискованного имущества. К слову, сама эксперт очень известная в области личность. Только в этом году ее несколько раз задерживали правоохранители. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Вы мне пызды, б***ь, кто вы, я? Тихо, я, сила там, я. Это ДТП произошло весной. В начале этого года пострадало трое молодых людей, в том числе и патрульный. Виновницей оказалась 33-летняя эксперт по оценке имущества Татьяна Михайлова. В числе ее клиентов есть и областное управление юстицией. После ДТП Татьяну Михайлову взяли под стражу, а потом выпустили под залог в 256 тысяч гривен. А несколько месяцев спустя женщину задержали снова. Доставили до областного наркодиспансера женщину, которая поводит себя агрессивно. Есть зафиксированы на видеозаписах факты, когда женщина кусала патрульных. Дело оценщицы передали в суд, но привлечь женщину к ответственности не смогли. Суд отримал подтверждающие документы, которые свидетельствуют, что в период 90-денного термина, в протяжении которого суд имеет право притягать до административности особу, вказанная особа перебывала на лековании в психиатрическом закладе. При этом, находясь в психбольнице, Татьяна Михайлова проводила оценку имущества для областного управления юстиции по нескольким арестованным объектам. Врачи психбольницы, где лечилась Михайлова, уверяют, что пребывание у них не может мешать женщине заниматься профессиональной деятельностью. В цифровый теперешний час, людина, даже будучи не на свободном выходе, также может через интернет чем-то заниматься. В управлении юстиции такое совпадение объясняют по-своему. Как правило, в 99,9% экспертная оценка проводится за довго до подписания договора. Иными словами, запретить государственным исполнителям и дальше пользоваться услугами эксперта Татьяны Михайловой никто не может. Правда, не исключено, что женщина снова будет оценивать имущество из психбольницы. Продолжение следует...